приветствую всех зрителей моего канала это третье видео прохождение игры Baldur's Day 2 Intensive Edition The Black Pits 2 в прошлом видео мы добрались до битвы с Дроу с темными эльфами Дроу вот мы видим их проблема этой битвы в том что у Дроу расовый бонус сопротивление магии и он достигает 80 с чем-то процентов то есть надеяться наносить урон им магией было бы глупо поэтому нужно искать какие-то другие варианты ну других вариантов всего три первые это призванные существа второй наносить урон самому рукопашную и третий снижать сопротивление и уничтожать врагов к сожалению третий вариант нереальный дело в том что врагов очень много у нас просто не хватит заклинания снижения сопротивления так на каждого Дроу нам нужно по три заклинания снизить сопротивление вот по такому заклинанию нам нужно поэтому у нас остаются варианты с призывом вот призыв меча маркин камена и мы сможем немного пострелять с помощью метеоров мелпа к сожалению урон у них не очень большой так еще и добавок не всегда они попадают ну и я вспомнил еще один не сказал бы чтобы вариант но один способ немного помочь себе в нанесении урона врагам а именно это купить два слитка даже не два возьмем наверное больше с огненным и морозным щитом дело в том что если нас бьют и мы находимся под защитой этих заклинаний то урон холодом и огнем идет противнику вне зависимости от него сопротивление магии это очень удобно хотя урон там невелик но все же так подождите что-то мне не нравится почему-то смотрите почему-то свитки да видите свитки такого уровня уже а подождите везде ограничения свитков 6 на самом деле так понимаю это количество восстанавливается после покупки сейчас проверим если количество свитков ограничено нужно будет аккуратно стихней тратой так как дальнейших битвах будет все намного сложнее давайте я куплю два свитка 5 если зайду снова так увлекся и зашел к другому торговцу а нам нужен торговец свитком нет количество свитков не восстановилась но может он восстанавливается между боями надеюсь что это так ладно у нас нет выбора этот бой можно сказать переломный после него уже станет легче по крайней мере так надеюсь мы там получим уровень и по моему доберемся уже до заклинания 9 уровня может даже то обилок хайлевела так хочу посмотреть сколько стоит мечи марган камена ухо огромная сумма это очень конечно плохо что они такие дорогие но на всякий случай я хоть один куплю вполне возможно нам все же придется воспользоваться этим свитком так ну вроде бы мы готовы к битве единственное давайте посмотрим все ли заклинания мы знаем имеется ввиду спалили мы прошлом видео просто не помню так кстати вот еще один повод нам взять хотя бы один из щитов или синий или красный так как вроде бы свитки все-таки конечные мы после битвы мы увидим если там по 4 свитка огненного и синего щита значит все же свитки заканчивается магазине и на магазин сильно надеяться не стоит в таком случае наверное придется больше делать ударение на заклинания которые дают нам защиту так как атакующие заклинания можно дать проекции симулькарому и он сможет их используется свитка при этом свитки пропадать не будут а защитные для себя у нас выбора нет если бы не считается свитка свитки закончатся вот такой вот вот такая вот мне пришла мысль правда это или нет мы сейчас узнаем так кстати я подумал о том что стоит нам взять вот такие вот снаряды для прощить дело в том что они наносят сопутствующий урон огнем и этот урон если я не ошибаюсь если мы будем такими снарядами атаковать врага у которого каменная кожа то сами снаряды его наносить не будут а сопутствующий урон огнем будет проходить и важно здесь не столько то что мы наносим урон сколько то что этот урон будет сбивать чтение заклинаний по крайней мере опять же я надеюсь что это нам поможет дальше зелья кита нам нужны нет битва будет просто на нанесение физического урона в основном поэтому не столь важно не столь важны заклинания которые наносит урон так к сожалению ничего интересного не появилось что могло бы нам помочь прохождение игры понятно ну что ж единственное чем я мог бы задуматься это взять здесь зелья невидимости немного больше ну ладно я надеюсь деньги нужно экономить я так понимаю скоро должно быть должно произойти обновление инвентаря торговцев так как давно его не было так ну что ж бой нужно помнить что здесь есть среди дроу один жрец и один маг это очень неудобно и тот и другой могут снять наши защиты плюс маг будет постоянно наносить урон нашим мечам марганками поэтому нужно вызывать много часто чтобы они так все вместе накинулись на врагов и как можно быстрее но пока если ты призыви пока не уничтожим макса жрецом убили как можно больше именно эльфов рукопашников так готова как всегда мы начинаем с невидимости потом на всякий случай мы читаем заклинание защиты от иммунитета к прорицанию тем самым мы спасаемся от возможности использовать истинное зрение и снять нашу невидимость ну а дальше все защитные закинания камни кожа кстати здесь нет смысла повышать отце так как мы сейчас воспользуемся хитростью с огненным и синим щитом поэтому чем меньше у нас броня тем лучше защищать нас будет или камни кожа или защита от магического оружия и враги будут по нам попадать урон не наносить но за то что они попадают она их будет бить огонь и холод от щитов поэтому не стоит завышать отца чтобы как можно чаще не попадали как можно больше урона получить вот такая вот хитрость кто смотрел мое прохождение осень для вас нет это дешим помнит я по-моему об этом говорю а нет осень дарю 2 там тоже этот трюк используется особенно финальный битва так в принципе там враги очень точно выпадают поэтому даже если я считал к небе защиты мне бы это не помогло а вот лучшую невидимость придется прочитать хотя она опять же понижает шанс она попасть но у нее есть огромный бонус который она дает нам именно что нельзя читать заклинание уносящий урон конкретно существу на нас так смотрим что мы можем еще использовать все подождите мне нужно прочитать два щита снятия невидимости то есть истинное зрение и последний будет магической магическое оружие так наверное мы начнем все-таки с истинного зрения дело в том что щитов у нас немного поэтому желательно как можно более эффективно использовать весь период длительности этих щитов так пришло время к щитам первый щит и второй есть так два щита мы все пора начинать битву давайте еще раз проверю можно сразу заменить потому что сейчас я буду вызывать кстати забыл нужно было свиток ускорения взять я бы кинул ускорения на свои мечи марганка не на и не стали бы на раза в два сильнее ну и быстрее вот видите все равно кое-что я забыл так и заклинание ускорения придется таки выбрать я думал обойтись не получится так как ускорять на какой-то площади можно только этим заклинанием в балдурге эти два улучшено ускорение 10 только на одно существо отличие от ась винда его любые первого и второго ну чтож где где защита от оружия магического готова и занимаемся призыва мечей морденками не нужно пытаться мечами атаковать мага и жреца ничего хорошего из этого не выйдет них защиты лучше атаковать врагов которые первые начинают наносить урок вот эти уже сам себя он ранил сейчас мы это увидим вот он получил 5 холодным 6 сумме 11 видно что жизни не стало меньше его же будем атаковать с помощью меча морденками на призвано потому что она мечей сейчас будет вот маг атакует мечей сразу же уменьшает количество жизни в них это очень конечно неприятно но другого варианта нет так 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 следующее заклинание защититный диск вооружа так я не понял почему ты прочитал ох не проследил очень плохо так нет не прочитал но я не вижу чтобы нет прочитано было 4 стала 3 конечно так вот мы можем и проиграть из-за того что я отвлекся вот я уже не знаю сколько раундов действует наше ладно наше заклинание защитит магическое оружие и сразу же и красно сразу же перенацеливаем наши мечи морденками на на следующий здесь есть еще неприятные такие вот паучки тоже очень опасно не для нас так моему убили еще одного дроу так пора уничтожать лучников и наверное ближе преследовать лучника который находится сверху если у нас еще меч последний меч морденками на кстати стал очень неудобно священник мне нужно атаковать не его а именно лучников они вдобавок еще будут бегать тоже неприятные свойства их не ну зато пока они бегают хотя бы нам как бы сказать не наносится урон их стрелами поэтому обязательно мы мечи нацеливаем на 20 верхнюю попробуем взять побежал не ту сторону это нам сразу же поможет его наказать так не хочется тратить защиту от магического оружия поэтому идем под невидимость а сейчас лучника попробуем зажать не получится к сожалению так прочитал я невидимость да прочитана невидимость теперь мы можем спокойно повышать все свои а подождите если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь то заклинание солнечный взрыв пробивается сквозь защиту от магии сейчас мы проведем это только не нужно чтобы под огненный взрыв попадали наши мечи так получается никого я не ранил даже так и мне кажется пора переходить на урон метеором и мелко видите враги лечатся тоже неприятное свойство так кстати нужно наверно перед нацелить выстрелим метеорами мелко в недобитого лучника так попали но здесь меня неприятно атакуют паучки так ладно потрачу я потрачу я защиту от магического оружия и опять попытаемся прижечь врагов с помощью солнечного взрыва так есть так остался еще один паучок желательно его конечно добить ну что давайте истратим прекрасно так что надо заклинание читает мне не нравится да прочитал заклинание урона огненного панам по моему мечи морденками на справляются с магом очень хорошо так и не мешало бы нам выпить зелье из лечения так как если он сейчас еще раз нам зарядит так он и сделал так нужно выйти под невидимость прочитать все заклинания защиты которые у нас есть и после этого уже вступать в бой так щит ах есть еще живой один лучник давай будет намного сложнее чем я думал не очень удачно у нас получилось тем более скоро закончится у нас заклинание так идемте подойдем к лучнику попробуем прочитать вот за него солнечный взрыв еще невидимость читает марк так закончилось действие закончилось действие призыва меча морденками на давайте попробуем солнечный взрыв почему-то не подействовал прошлый раз как вы видели опять не подействует все таки сопротивление магии работает против против солнечного взрыва также и против остальных заклинаний так пришли друзья товарищи к нам последний каст заклинания защита от магического оружия ну в таком случае давайте попробуем нанести урон увяданием так кто-то по нам попадает наверное обычными стрелами стреляет лучник только так можно объяснить что кто-то снимает нам странный образ посмотрите сколько еще врагов а сил у нас осталось немного так нам не повезло не пробилось ни одно заклинание сквозь урон зато уничтожили пауков попытаемся отбежать так пора нам выпить бутылку кстати у нас еще есть два щита но уже с них смысла нету так как они в основном ох не нравится мне что по нам столько заклинаний пускать сейчас кое-нибудь заклинание с работой и нам придет смерть ну давай же добивай мага нужно кстати вот так вот отошел выстрел отошел выстрел в таком случае лучник так есть только мощный только ключ и лучник не может нам нанести урон это очень удобно так кстати у нас есть бутылки невидимости до сих пор мы их не использовали а нужно ими пользоваться это сильная помощь интересно что это за стрела наверно кислотная стрела мелко очень нехорошо из-за нее мы можем потерять заклинание в принципе можно кстати подождать пока закончится ее действие посмотрите какой огромный урон еще три раунда и мы умрем очень опасно сейчас еще и жрец начнет лечиться до пожадничал я надо было зелье извлечение для побольше так закончилось действие кислотной стрелы милфа придется лечиться теми изделиями которые у нас остались ничего не поделаешь сейчас я всех выпью и последнее зелье видите насколько сложный бой а все из-за того что у нас нету достаточно сильного призыва так защита от зла работает щит работает что мы еще можем прочитать тоже есть каменная кожа можем прочитать лучшему невидимы и наверное все же прочитаю эти два щита после пауки в них убиваются нечего экономить нам заклинания тогда у нас угроза нашей жизни столь реальна так и последнее заклинание отраженного образа а подождите можно еще сначала прочитать метеоры милфа как вы видим все же ими наносить урон благодаря их нему количества так легче чаще не попадают них меткость меньше но там 5 атак за раунд поэтому в итоге попадают они все же чаще так ускорение еще действует прекрасно ну чтож нужно начинать а не нужно лучника начинает его подлечил священник так все выстрелили отбежали выстрелили отбежали в таком варианте арбалетчик дроу не успевает нас в основном сделать выстрел в этот раз мы выстрелим конечно попадаем редко достаточно так прекрасно добили мы последнего связи с единственного священника дроу пора заняться арбалетчиком главное не попадаться кстати вот так можно подходить в упор и если если арбалетчик будет пытаться стрелять по нам то он будет все таки получать урон от щита дело в том что щит наносит урон на расстоянии 5 футов от нас не обязательно чтобы нас атаковали рукопашную вот такая вот интересная подробность никогда они не забывайте опять читаем метеоромировку пока мы находимся под невидимостью и бежим поближе к оставшемуся лучнику так давайте попробуем прижечь паучков чтобы они нас меньше отвлекали есть у нас еще два заклинания солнечного огня так как как не отходи от меня дроу есть шанс что у тебя сопротивление магии не сработает и мы сумеем тебе нанести урон с помощью заклинания кстати видно видно дроу знает об этом свойстве огненного щита потому что все время отходит пытается стрелять далеко вы хотите скорее всего сделали допустим не из-за этого из-за того что если дистанционным оружием атаковать в рукопашную умеет стоять близко то у вас падает отце то есть по вам чаще попадут хочу посмотреть да посмотрите разведчик дроу получил 39 огненного урона не спасло заклинание сопротивление магии и урона солнечного взрыва прошел это очень хорошо так спокойно отбегаем и последним заклинанием увядание добиваем паучку и мне кажется как раз после этого боя мы наконец-то сможем получить так почему паук выжил интересно очень странно вроде бы он был в области действия гадания но почему-то он выжил сейчас заберут все победа действительно сложная битва я говорю это первая переломная битва я так понимаю здесь есть обычная битва есть перелом это происходит из-за того что развитие нашего героя идет непропорционально то есть пока нет какого-то заклинания проигольного в битве то наша сила растет медленнее чем сила врагу к примеру появится тайм-стоп все сильно изменится также появится планетар и опять же мы стоим сильнее не на одно заклинание а уже раза три если как-то приводить к общим знаменателям так мы уже говорили на эту тему летописцем так ну что ж получаем уровень и наконец-то узнаем что же мы получим так бротик да действительно вот они обилки хайлевел здесь нечего и думать первое что мы берем это призыв планета дело в том что нам страшно не хватает мощного юнита призыва чтобы можно было вызвать он на себя берет все атаки мы же спокойно читаем защитные заклинания атакующие заклинания планетара проекцию и издалека обстреливаем всех врагов которые собрались вокруг планета это самый важный момент так смотрим что мы можем взять на седьмом уровне два заклинания уже использовали еще три можно взять нужно хорошо подумать а ну тут нечего думать обязательно нужно проекта образа очень хорошее заклинание она расширяет количество наших заклинаний так образ создается со всем запасом заклинаний которые имеем мы и можно их растратить а наши останутся заклинание нетронутыми так восьмой уровень 1 1 истратили восьмого только четыре будет сумме значит еще три можно будет взять нет смысла пока что брать подобие сразу говорю потому что образ принципе не также справиться а с другой стороны нет придется взять так как принципе другого здесь взять и нечего а нет вот 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 нет ни она ладно начнем все-таки мы наверно подобие так как вы точно придется взять в итоге и заклинание девятом уровне естественно первым заклинанием здесь будет я думаю никого не удивлю постановка времени вот вот с этого момента как у нас появится планетарная остановка времени вы увидите как изменится изменятся наши бои мы уже не будем бедным зашуганным колдуном который под них ну под невидимость мы будем прятаться но имеется ввиду который постоянно убегает и пытается промежутках между атаками на него прочитать заклинание а уже сможем призвать планетара и он будет отвлекать врагов прекрасно давайте сразу посмотрим кто нас ждет следующая битве ах нежить ну с нежитью сам бог ее фраза планетару тем более у нас он добрый можно сказать он весь зачем заточен на борьбу с нежитью даже заклинание есть по моему там против нежити сейчас поспим восстановим набор заклинаний пойдем закупимся зельями и вполне возможно произошло обновление инвентаря у торговцев так посмотрим супер три призыва планетара это что-то ну конечно это будет меньше так как кроме призыва придется читать и другие заклинания на этом же уровне вот чем хорош полдун что из общего количества заклинаний мы можем читать любые бумага конечно придется сразу же перед битвой решить что же мы будем делать и на чем заострять внимание какое заклинание выучить два раза всего лишь один так 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 как мы видим зелья невидимости нас всегда спасают давайте побольше основное наше зелье да я вижу есть например деле от обновлению холода не имеет количество значит все таки и заклинания тоже конечно это посмотрите деле защиты не имеет не имеет ограничения в количестве а это самое главное зелья для полдуна с помощью него мы получаем броню как будто одеты в пластинчатый доспех очень интересный нюанс так а зелье невидимости кстати конечные надо с ними быть аккуратнее но в любом случае нам их надо купить а зелье ускорение ведь расслабился нужно было сразу определить какие масло скорости тоже конечно очень плохо просто очень а в принципе мы скоро возьмем или уже взяли себе мы мы взяли уже дать я посмотрю да есть улучшенная спешка будем постоянно читать на себя и не будем тратить бутылки масло скорость ведь нужно экономить как вы видите так а давайте посмотрим какие свитки здесь а все свитки ограничены посмотрите да и вот я приживал и взял стал опять все свитками нужно быть очень аккуратным да надо было сразу это увидеть так что нету выбора нам придется выбирать защитные заклинания себе атакующим можем использовать видите не восстановились щиты атакующие мы можем использовать через симулькаром и проекции ну что ж хорошо что мы узнали об этом до того как свитки закончились и давайте посмотрим инвентарь на большая надежда так это все было было да действительно посмотрите прекрасно так к сожалению маленькую нейтральную и марка мы еще взять не можем точнее можем это слишком дорого лучше вот а нам уже не нужно зелье ускорения мы доним мы дожили до ботинков которые дают нам постоянное ускорение вообще прекрасно ботиночки берем ботиночки берем и что здесь еще есть посмотрите я забыл что балду где эти есть такой амулет иммунитет яда если у нас будет защищать от ядовитых стрел и заклинания я священника это один из лучших амулетов и мы уже будем менять только когда появится будет который ускоряя чтение заклинаний сейчас же его обязательно купить кольцо 8000 купить повышаем свои защитные свойства сапоги защиты от метательного оружия я не буду продавать вполне возможно будет нам какая-нибудь опасность и мы их оденем чтобы от нее спастись так есть у нас еще деньги подождите что у нас со снарядом много снарядов хватает что еще можно купить кольцо улучшили так потом возьмем вот эти вот перчатки но это после того как мы накопим денег на мантию нейтрального архимага сила 19 неважно рукопашку мы пока не деремся что же тут еще есть но в принципе все я не вижу камни и добавились так телосложения нам больше 16 ничего не даст так как мы играем магом и максимум бонус от телосложения дает значение 16 17 18 19 не имеет не имеет смысла брать никогда об этом не забывайте а вот кольцо с обратением огня на нас очень спасло увидели два раза жрец зачитал заклинание по нам угни на удар это было опасно так да 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 пока мы больше ничего не можем взять а можем продать можем продать ненужные нам вещи так и какое-то изделие какое зелье на может понадобиться давайте посмотрю желать а ну естественно нужно взять больше не хочу я оказывается ситуации когда так много дорогое принципе 5 должно хватить так и 5 5 деле я беру только ради того чтобы лечиться от яда если амулет все же не спасает деле могущества они о чем так 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 вот деле сопротивление огню хорошая вещь у нас кольцо плюс это зелье и огонь нам совершенно не страшен в принципе можно одной зелье такое носить с собой и деле защиты с тобой вносить если нам нужно будет да если нам нужно будет драться ну не группа пашную но все же так все все мы готовы к следующей битве давайте посмотрим кажется я спал но проверим вот смотрите внизу 66 значит из всего возможного количества запомнили заклинания вы все запомнили ну чтож бой все время переживаю что что-то забыл очень опасно посмотрим что нам могут противопоставить вампиры я думаю что планетар с ними разберется на раз сейчас мы с хитрим не будем уходить не видим это показали успеть прочитать остановку времени для того как они до нас забегут тем более по скриптам если вы обращаете внимание то враги тратят еще ход на чтение как называется случайность наверно короче на них накидывается автоматом три защитных заклинаний этим нужно обязательно воспользоваться так остановка времени вперед посмотрите ведь он пропустил уровень изменяясь раунд и читал защиту все успели мы кстати очень опасно так делать я почему-то не подумал вампиры бегают очень быстро так теперь мы читаем призыв планетара есть даю я планетару улучшенное ускорение он становится в два раза мощнее он так здесь в таком варианте это вообще убийца так и и говорится уйдем в туман так и обязательно читаем заклинание защиты от снятия невидимости прекрасно так подожди вот сейчас можно еще сильнее осложнить жизнь врагу здесь есть очень хорошее заклинание у планетара рой насекомых которая будет сбивать заклинание личу или как он называет этот галу все прекрасно все теперь наш планетар просто бьет всех подряд тоже использует 100 100 галу как-то очень опасный противник как мы видим а давайте мы спокойненько отбежим за спину врагам чтобы никто на нас не обращал внимание так виде получаем корющий удар урон от призванных насекомых это очень хорошо это прекрасно так улучшенную невидимость а мы же читаем защитные заклинания на будущее хотя как мы видим планетару очень силен скорее всего он там расправится со всеми врагами но нужно не расслабляться вдруг пойдет что-то не так помните как я расслабился в битве с бурыми угольными и не пропил бутылку свободы действия в итоге чуть-чуть меня не убили ну там далеко было конечно до убийства но было очень опасно очень хорошо под ускорением работой планета смотри ли враги разлетаются читать заклинания мешают насекомые очень хорошо мы же в это время спокойненько читаем защитные заклинания и сейчас я прочитаю проекцию хотя что-то мне кажется что уже нет смысла это делать в реле как планета разобрался со всеми врагами принципе на скелета можно не обращать внимание будем нападать на гаула тогда давайте прочитаем проекцию а поздно прочитали проект враг уже повержен но вот такие вот бои как я и говорил после получения закинания 9 уровня и хайлевенских обилок вообще процесс боя совершенно меняется как видите мы с врагами разобрались на раз все победа опыт и главное деньги так видите опыта уже не хватает для получения уровня но зато у нас есть деньги пора посмотреть что мы можем купить но мы знаем что мы можем купить помним сейчас мы возьмем мантию нейтрального архимага где он где а внизу сейчас я возьмем а целый нас резко подскочит вот кстати очень хорошая мантия 5 процентов сопротивления спас бросок и главное класс защиты 6 в итоге мы можем одновременно сменить а денег не хватает до мантия притык ну что поделать сейчас поведем еще не бой нужно проверить нужно проверить что там со временем так мантию никто не хочет покупать нашу старый придется время более выкинуть наверно так наклинание восстановились восстановились сейчас посмотрю сколько уже прошло времени так можно провести еще одну битву давайте глянем кто нас ждет следующей битве так странно ко мне кажется что эти бойцы послабее чем предыдущие то есть нежики вампиры это дал мне кажется был посильнее ну может я ошибаюсь сейчас посмотрим так так вот кстати вот эту вот вещь уже лишняя но к сожалению пока у нас нету денег чтобы ее заменить ну да в принципе больше нам и нечего брать начинаем битву и скорее всего она будет точно так и мы провели битву с вампирами опять самое главное начале битвы вовремя нажать паузу пока враги не начали бежать нашу сторону чтобы начать читать таймстоп но у меня надежда что эти враги конечно бегут намного медленнее чем у сиры поэтому мы есть пауза так ну чтож опять мы читаем а принципе какой смысл мне пытаться читать таймстоп нет все же как лучник тут есть воин нет все войны да давайте попытаемся прочитать таймстоп дело в том что можно конечно прочитать невидимость рассчитывать снятие невидимости иммунитет запинанием и только после этого уже читать призыв извиняюсь остановку времени а потом призыв планетара но можно сделать и по так где где я вот значит непонятно где мои жизни она посмотрит она верхняя полоска значит верхние там моей жизни а вот так вот нижняя это планетар разобрались так лучше на ускорение дали невидимость и убегаем где-то вот на такое расстояние чтобы если кинуть какое-нибудь снятие магии она не задело нашего героя так подождите обязательно кидаем подождите где здесь маг так антипаладин воин воин так он под невидимостью вот здесь под невидимостью поэтому потом нам нужно будет прочитать истинное зрение обязательно но в таком случае пока враги не подошли ко мне в упор я прочитаю улучшенную невидимость на планетарах так прекрасно теперь можно спокойно читать нет все таки прочитаю истинное зрение так ну начнем не давайте начнем с простых как можно быстрее уменьшим количество врагов а почему-то не такую наконец-то есть пошло истинное зрение нам нужно найти мага вот он бегает нужно чтобы стал видимым стал видимым и мы ему подарок пошлем сразу же рой насекомых чтобы не было у него желания сильно много читать заклинаний ни к чему ему этим заниматься так лучи на невидимость камни кожа ах как видите у врагов есть еще заклинание как нам называется планетар без сознания стал синический взрыв ух опасное заклинание как мы видим так не настолько легок бой как мне казалось но зато наши насекомые продолжают врагам мешать читать заклинания хотя видите не справились они со своей ролью все таки заклинания а кстати может и прочитал не маг а анти паладин вполне возможно обычный воин читает синический взрыв ничего себе да я поспешил сказать что враги здесь легкий не вижу я никакой легкости очень неплохо они наносят урон и читают заклинания тогда наверно пора читать отраженный образ и призывать мечи мазин каина кстати и витубе смотрел прохождение другого человека и он там каким-то образом где трасса вызывать по 6 планетар вообще планетар должен быть один на поле боя с каждой стороны мне удивительно почему так происходит ну сейчас я не хочу проверять битва жутко но я проверю может в black pits изменили это правило так подождите идея ленью видимости сразу же отойдем подальше подальше от нашего героя чтобы ни в коем случае не заинтересовать своими действиями врагов возле нашего героя так читаем защиту от развеивания а именно от истинного зрения потом улучшенная невидимость не даст атаковать заклинаниями которые наводят так 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 скажем наш планетар подожди 1 и пожалуйста заклинание насекомых так заточение еще кидают и заклинание не все прочитать неприятно конечно очень да да даже не знаю битва затягивается я думаю все будет проще намного намного так в принципе какая какой смысл его усиливать имеют ее проекцию если все равно да нет смысла давайте мы прочитаем остановка времени кинем а и а планетар я уже не вызвал тогда кинем заклинание урона прекрасно вот кстати один один воин умрет что мы можем кинуть ну естественно угадание призывами мы уже заниматься не будем или будем но это будет уже потом призывами имеется ввиду мы еще раз призовем проект и уже с помощью него вызовем планетара не знаю ли успеет прочитать еще одну еще одно заклинание выгадания ну пусть попробуй так успел но к сожалению так враги умирают вижу я у них сопротивление магии да действительно сопротивление магии нету так отбегаем невидимость так как бы их добить как бы их добить этих врагов даже не знаю в принципе знаю придется все таки прочитать защитные заклинания если конечно не закончится действие призыва проекции а закончилось заточение дочитали мы планетара призыв насекомых в таком случае победа за нами так мне не нравится что враги уперлись а извиняюсь я не могу я же не могу управлять своим героем пока используем проекты так все можно попытаться задеть каких-нибудь врагов увяданием так и последний каст увядания получилось кстати одного врага мы задели и закончилось действие призыва планетар это хуже так обновим защиту от магического оружия есть и займемся призывом мечей морден кайна до бой вышел очень даже интересный длительный не так легко было так где этот меч ладно сам он сам он вступит в битву тогда мы его увидим вот он там наверху где-то давайте отойдем потому что я ничего не вижу опять обновим защиту и опять призываем мечи а закончилось действие к сожалению закончилось действие ну в таком случае планетар закончилось действие проекции вернулись управления к нашему герою а уже в принципе победа скоро это остался так понимаете паладин да так призвали планетара и уходим под невидимость так читаю лучшего невидимость что больше тебя не могли заточить я такой последнего врага ну все битва сейчас закончится победа за нами но все вышло не так просто как планировать прекрасно очень интересная битва мне понравилось вот за что я люблю играть героины которые могут использовать магию нужно думать какую магию использовать как воинам же бегай руби или уворачивайся отбегая стреляй вариантов там немного так мы опять не смогли получить опыт а получили опыт прекрасно ну что ж на этом наше видео на сегодня заканчивается спасибо всем кто следит за моими прохождениями игр ставьте лайки пишите комментарии подсказывайте исправляйте подписывайтесь а пока а пока пока кавтология до свидания